И, соответственно, Дмитрий Сергеев поменяет. Ох, ты какая замена! Дмитрий Сергеев выходит вместо Ильи Воробьёва, казалось. Ну и потом, собственно, вылетели уже из премьер-лиги в первую сезон. Сибиряки больше не показывались. Разные существуют, конечно, предубеждения и мнения. В случае у болельщиков в этой ситуации нет уверенности, что все пять команд из пяти зон смогут совершить повышение. Это, конечно, очень большой и серьезный вопрос. С мячом футболиста «Зенита-2», в том числе Сергеев, решили на замену Терри Ходил с целью усилить «Зенит» в целом. Но пока проходит подготовку ФНЛ, продолжает ее проходить. Потому что до этого выступал за «Хим» теперь за «Зенит-2». Передача вперед. Вот еще. Московский футбол. Один из самых известных футболистов в истории России. Вот сейчас передача вперед. Мяч отскакивает затем на правый фланг. Дубль «Зенит». Атака тем временем на правом фланге. Передача и подача в штрафную площадку. Отбить нужно скидка головой. Мяч назад снова отскакивает. И кто будет про ответный пас? Ну и заканчивается тем, что перехватывают мяч люди в белом. Затем еще дальше пас налево. Чеботару пытался отвоевать мяч. Не вышло. Все еще-то борьба на доходившей до любви чемпионов в своей карьере. Сейчас прострел не очень сильный с фланга. Тут завозились с мячом немножко футболисты. Скидка назад. Скидка лбом, по-моему, вперед в исполнении Сергеева. Дальше бежит за мячом Сергеев. Направо отпасовывает. Здесь рядом помогает ему и держит мяч в ногах. Не очень получается. Да, поувереннее себя чувствовали в первом тайме. Может, потому что быстро открыли счет. Может, потому что игра, в принципе, шла. Ну и плюс к всему мы знаем, что такое перезагрузка в перерыве. Всегда можешь сказать с наставника. Были, конечно, матчи с Сибирью. В том числе доводились, конечно, и выигрывать. И вот сейчас передача. Доводилась ящик. Нужно дальше попробовать пойти. Отойти все-таки от своих ворот. Поскольку под прессингом Сибири находиться не очень приятно. Сибирь умеет додавливать. Сибирь особенно, конечно, хороша дома у себя в манеже. А вообще есть ощущение, что чуть ли не по-друге. Не чужой. Прямо скажем, молодой и достаточно перспективный. Конечно, и выброс из-за боковой. Нужно попробовать здесь развернуться сразу. Это сложно сделать под такой плотной опекой. Конечно же, дальше мяч отскакивает на 9 лет. Хотя иногда создается впечатление, что значительно больше. Ну, не жалеет себя. Есть такое мнение, что он действительно фанатик своего дела. И очень всегда эмоционально ко всему относится. Но когда работал в дубле «Зенита», все время жаловался, что очень избалованные ребята здесь. Кто-то избалован деньгами, кто-то еще чем-то. Но так или иначе, что называется, каши сварить не получилось. Благовещенского воспитанником он является. Тоже команда, через которую много кто успел пройти. Что же скрывать? Даже... СССР 84-го года. Вот сейчас атака правым флангом. Передача назад. Под удар уже, казалось бы, но никто не решается. Вот эти дальние залпы. Хотя, казалось бы, это нужно. Центрального. Вот сейчас мяч назад прилетает к городовому. Мимо Азарова. Сделал пас, но был рискован очень. Опять начали разыгрывать возле своей штрафной площадки. И сильный навес, который обладает действительно серьезными задатками. Да, Буранова действительно меняет Илья Камышев по позиции. Но Буранов сегодня многое пытался делать и был активен. Но были тревожные эпизоды. Особенно вываливание один на один. За которым зенитовцы просто не поспели. Скидка головой от Ларенса. И там дальше мяч уходит за пределы поля. Все еще в пользу зенита. Орлов подача. Скидка головой. Мяч ускакал за пределы поля. Трогать его не стал. Здесь сетку во второй раз в этом матче. Если в первом тайме, когда Галыш забивал, все было более-менее понятно, то вот сейчас совсем другая история. На левом фланге с мячом зенит 2. Нужно срочно забивать. И затем дальше с мячом. Смирнов. Еще один пас. И перехватили зенитовцу. Но опять же... Вперед на Еловск. Борис Сесенов. И может. Самое главное, постоянно здесь участвовать эмоциональным образом. Насколько это возможно. Нарушение правил еще. Атака Сибири. Да, конечно, в пору думать уже обеим командам, как ни крути, о том, кто из них сможет остаться в ФНЛ. Порой некоторые из них чуть ли не молятся, чтобы эту команду убрали. Чтобы сосредоточить только на хоккей в Новосибирске. Хотя, например, как можно прийти по населению город. Кременем левым флангом у зенита 2. Ответный пас. Маркина находит сзади партнера. Удар поворотом. Но забирает. Спокойно забирает мяч в руки Максим Кисин. Уже и Рукас подключается к атаке. Передачу сделал Камышеву. Развернуться нужно. И пас штрафной отдавать. И здесь... Ох, валится в штрафной площадке. Не будет ли здесь пенальти случайно? Забил красивый мяч. Сейчас есть возможность у него отличиться с точки. Разбег, удары. 2-2. А, Зенит 2 сравнивает счет матча с Сибирью. И... Где-то в структуре Зенита 2 с тем же Дмитрием Прикевым. Ну и увидели мы сейчас, что есть возможность. Есть еще шанс. Заработать. Еще и тренирование трудится в разных участках поля. Приходится появляться. Поэтому, конечно, приходится и фалить тоже. Вот сейчас мяч заметался после удара. Аравин отрабатывает. И навешивает очень сильно вперед. Здесь прием мяча. Скидка. Сергеев. Развернуться нужно. И еще дальше пас налево. И чтобы внезапно поймать на контратаке. Зенит 2. Должен находиться в меньшинстве. Навес. Скидка. Головой штрафную. Там в мяч никак не вцепится. Сергеев грудью вперед пасует. Вот так бывает тоже. Маркин разворачивается. Но... Скидка. Скидка. Скидка.